Добрый день в открытой студии свободной прессы. Я Ростислав Выченко и Владимир Петрович Анохин, вице-президент Академии геополитических проблем. Добрый день. Добрый день. По просьбе наших коллег давайте вначале удовлетворим любопытство наших зрителей, а потом в спокойной обстановке побеседуем. Тут нам первую серию вопросов задает Владимир Шабаев. Я даже, наверное, на первые его вопросы, стоящие из двух частей, попробую ответить сам. Следующее я предложу вам. Первый звучит следующим образом. Для чего недавно было принято засекречивание потерь военнослужащих в мирное время? И не выходит ли этот закон за пределы президентских полномочий? Ну, во-первых, это не недавно было принято, а недавно возобновлено. Во-вторых, в мирное время армия не ведет войну, но спецоперации проводятся. Для того, чтобы не светить свои собственные действия, тайные, между прочим, соответственно, эти данные и не публикуются. Потому что по потерям военнослужащих можно отследить военно-политическую активность страны. Ну, а закон не может выходить за пределы президентских полномочий, потому что закон принимает законодательный орган, парламент. Президент его только подписывает и таким образом вводит в действие. Вот. А далее Владимир Шабаев спрашивает у нас, какой статус будут иметь участники операции в Сирии? И будет ли отвечать американская авиация за удар по водоочистной станции в Аляппо? Ну, я полагаю, что мы не будем смешивать, так сказать, два вопроса. К сожалению, они указаны в одном. Хорошо. Я думаю, что водоочистная станция может уйти на второй план. А что касается статуса военнослужащих, это очень важный вопрос. Дело в том, что если не поднимать этот вопрос сейчас, то может создаться ситуация, когда через несколько лет какой-нибудь чиновник от Министерства обороны будет говорить, ребята, а вы там не участвовали? В формуляре ваших полков не указано, что вы там летали. И это нам и знакомо, лично мне. Потому что, когда мои коллеги обратились в Министерство обороны дать такой статус нашим летчикам, которые воевали в 73-м году в Сирии же, им отказали, заявив о том, что да, вы куда-то летали, а вот куда, нигде не указано. Поэтому такого статуса мы дать не можем. Поэтому тот вопрос, который сейчас подняли, он важен не только для тех, кто воюет, но и кто потом, через 10 лет примерно, придет на их смену. И вот эта неблагодарность от государства может очень серьезно повлиять на моральный климат в воинских коллективах. Ну, насколько я понимаю, при проведении каждой очередной операции за рубежом вопрос о присвоении участникам статуса участника боевых действий должен рассматриваться каждый раз в отдельном порядке. Потому что, как вы говорите, если есть данные о том, что вы принимали участие в боевых действиях, то никто этого спаливать не будет. Главное, чтобы эти данные были отражены в соответствующих документах. Правильно. Это должно быть рассматриваться. И вот такая несправедливость, которая была допущена по отношению к моим коллегам-летчикам, она серьезно ударила по отношению, отношению ребят, которые получали роднение, становились калеками. Это все очень отрицательно повлияло на их отношения вообще государства в целом. Поэтому этот вопрос был поднят абсолютно верно. Это действительно, скажем так, создает условия преемственности поколений и уважения к тем, кто тебя, скажем так, обучает. — Ну, насколько я понимаю, здесь еще проблема могла заключаться в том, что в Сирии в 70-е годы наши военные официально в боевых действиях не участвовали. — Участвовали. — Нет, официально, там были военные советники. А сейчас у нас... — Нет, военно-транспортная авиация осуществила порядка 800 рейсов туда. Лично я подвергся бомбардировкам в Алеппо. — Я имею в виду, советское правительство официально признавало наличие только военных и технических советников, но не признавало участие в боевых действиях. — Да, ну хорошо, уже Советского Союза нет. Уже открыты источники, уже говорят об этом все. Те люди, которые были тогда старшими лейтенантами, капитанами, впоследствии становились генералами. Например, Виктор Денисов, командующий военно-транспортной авиации, летал из поневежица в Сирию. И что ему тоже никто не верит о том, что он участник боевых действий. Здесь появляются вот такие вот вещи. — Нет, я просто имею в виду, что сейчас вот с нынешней операцией, да, наверное, подобная проблема не возникнет, потому что люди участвуют в боевых действиях вполне официально, государством это признается даже сейчас. — Знаете, когда президент ставит этот вопрос, значит, у него возникают сомнения о том, что нижние эшелоны военных, чиновников могут поступить так же, как они поступили в прошлые годы. — Нет, ну это логично. — Ну вот, то есть дать по мордам, извините за выражение, я не как геополития, а как летчик говорю, дать по мордам заранее, превентивно, чтобы все понимали, что люди, которые воюют, их надо уважать. — Безусловно. Так, ну у нас Евгений спрашивает, похоже, что стратегия НАТО — конфликтное истощение сил Ближнего Востока и противников ИГИЛ, в том числе России. В таком случае война будет затяжной или, наоборот, быстрой? — Ну, вопрос поставлен, скажем так, некорректно, непрофессионально. — Ну, это же непрофессионал спрашивает. — Ну, я понимаю тогда, знаете. Вот. Какой будет война? Уже последние два месяца показалось, что война будет относительно скоротечной. Потому что мы не воюем государством с государством, мы воюем с какой-то интегральной системой. ИГИЛ — это еще тот сброд. Поэтому он может перетекать из одной страны в другую. Сейчас они получили прилично. Сейчас уже возникает вопрос о том, что они перенести нам столицу в Ливию. Правильно? Часть может идти в Ирак. И так очень долго можно гоняться за ними. Война на истощение? Нет. Я не могу сказать, что это война на истощение. Хотя бы потому, что не скоротечно, но и не будет иметь какую-то позиционную сторону проблемы. Значит, она будет в динамике, а динамика долго продолжаться не может. Ну вот здесь как раз возникает вопрос. Допустим, мы провели относительно быструю операцию в Сирии, и боевики ушли в Ирак. Да. Ну, судя по тому, как наши друзья и партнеры в количестве 62 стран проводят... Уже 65. А, уже 65. Просто мировая война идет. Ну, не говорите. Вот. Судя по тому, как эффективно они сражаются с ИГИЛ, и судя по тому, что в Ираке мы пока не участвуем, мы заявляем, что участвовать не собираемся, так вот они там с ними могут бороться еще до второго пришествия. Но ведь, ну хорошо, вытеснили мы их в Ирак, да, самолеты улетели на родину. Им же ничто не мешает из Ирака опять вернуться в Сирию. Безусловно. Безусловно. Эти ребята безбашенные. Денег у них куры не клюют благодаря Турции. Вот. И здесь, по тому, как воюет эта коалиция, можно сделать вывод. Нельзя убивать своего ребенка. А ИГИЛ, это, в общем-то, порождение Аль-Каиды, это, так сказать, то же самое. И не зря они, собственно говоря, хитрят. Есть хорошая оппозиция, есть плохая оппозиция. Здесь бомбить можно, здесь нельзя. Я так считаю. Если ты оппозиционер взял оружие в руки и пошел против своего государства, правительства, значит, ты уже преступник, террорист. А, вообще-то, оппозиционер, который взял в руки оружие, называется мятежник. Он уже не оппозиционер. Шатар Руставель говорил, мятеж не может возыметь и дачи. Он дачи, иначе звался он, иначе. Ну, тогда резюмируя, я скажу, что вы имеете в виду, что наше участие в этой войне будет скоротечным, но сама война может продолжаться долго. Дело в том, что параметры, скажем так, временные рамки нашей воздушной операции определены президентом, который сказал о том, что мы прекращаем воздушные операции после успехов сирийской армии. Сирийская армия выбросит их, уничтожит, или они разбегутся, я не знаю. Мы прекратим. Ирак – это уже другая песня. Нет, я понимаю, я просто имею в виду, что президент, во-первых, сам может решать, что такое успех сирийской армии. Это достаточно абстрактное понятие. Нет, почему? Успех сирийской армии, как во всякой войне, это освобождение территории. Обратите внимание, вот на один момент, почему-то его все упускают как-то так вот. Произошел перелом в войне. Сирийская армия медленно, но наступает с помощью нашей авиации. И почему-то никто не говорит, сколько сотен тысяч беженцев вернулось на свои территории. Это же существенный факт. Поэтому говорить о том, что… Почему, говорят, сирийская правительство сообщает. Истерика, почему? Вот без Асада, без Асада, только без Асада, тогда будет там все нормально. Простите, армия, которая защищает этот режим, она держится уже четыре года, если не ошибаюсь. Да, с конца 2011-го, начало 2012-го года. Четыре года. Сирийская армия не разбегается, как сирийская армия. Как ливийская? Нет, ливийская, иракская. Здесь можно много привести примеров. Это значит, уже он имеет авторитет среди военнослужащих. Первое. Военнослужащие – это, скажем так, элита общества, особенно на Ближнем Востоке. И когда задают вопрос нашим политологам, хорошо, вот Асад уйдет, кого вы видите на его умности? Молчание, гробовое, они не могут назвать ни одну действительно реальную фигуру, которая могла бы возглавить нацию. Ну, о чем мы говорим? Поэтому истерика на Западе, все прекрасно понимают. Разберутся с ИГИЛом, все равно народ выберет Асада. Как он выбрал его в самые тяжелые дни, когда сирийская армия терпела. В 19-м году, когда досрочные выборы проводились. Да, да. Уж тогда была аховая ситуация. Хорошо, Вячеслав у нас спрашивает, что по геополитическим прогнозам ждет Новороссия и Украина? Чего стоит ждать России от Китая? Тогда по порядку. Да, так вот, что у нас ждет Новороссия и Украина? Дело в том, что после того, как в Новороссии погибло 7 тысяч мирных граждан, какие-либо отношения с Украиной будут восстанавливаться очень долго. Это будет зависеть от той внутриполитической ситуации, экономической ситуации, которая будет складываться на Украине. С этим решим, конечно, Новороссия сотрудничать не будет. Но дело в том, что, когда, знаете, вот есть такая спекуляция. Мы бросили Новороссию, мы ее оставили, Россия ее предала и так далее. Крым четко, совершенно заявил, хотим в Россию. Новороссия такого не заявила. Она говорила о федерализме и только. О защите русского языка, о федерализме и так далее. Поэтому они сами еще не знают, что хотят. Хотят спокойной жизни, мирной. Хотят стать федерацией. Хотят отмежеваться от этого профашистского режима. Что касается Украины, то здесь можно сказать однозначно. Украина катится к пропастью по всем экономическим, политическим шагам, в вопросах идеологии, в чем угодно. Они не понимают, что, в общем-то, Восток и Запад Украины – это совершенно разные народы. Украина, как таковая, она разделена, исторически разделена, была разделена. Вернее, ее создали, собрали, слепили. Но там были поляки, там были Венгрии, там была Россия. Румыния. Румыния, да. Вот поэтому здесь, понимаете, собрать это лоскутное дело очень трудно. Но точно могу сказать, что этот режим до добра Украина не доведет, и не политически. То есть сейчас Украина – это разменная карта на европейском континенте. Вот ее, знаете, так меняют. Когда ее сбросят в колоду, тогда она будет никому не нужна. Что ее пустят в Евросоюз, они что, с ума сошли. В НАТО. А там все-таки 2-3 процента ВВП. В НАТО ее не могут принять уже хотя бы потому, что есть территориальная проблема. Территориальная проблема. Я с вами согласен. Да, и гражданская война на территорию Украины идет. Поэтому здесь говорить о судьбе Украины только в черных тонах можно. Нет у них, понимаете, перспективы. Опять-таки, резюмируя, тогда у нас есть только одна проблема. Где пройдет западная граница Новороссии и совпадет ли она с западной границей современной Украины? Дело в том, что сейчас этот вопрос вообще очень трудно спрогнозировать. Те шаги, которые сейчас предпринимает киевское руководство, явно они направлены на ужесточение отношений с Новороссией. Создание, скажем так, зоны нестабильности именно на границах, скажем так, уже двух субъектов. Непризнанная, непризнанная, неважно. Двух субъектов. Поэтому какая граница и почему она пройдет? Я бы хотел, чтобы она прошла по Днепру. Ну, с учетом того, что вы сами утверждаете, и с вами трудно не согласиться, что действующий режим Украину до добра не доведет. Правда, я бы здесь употреблял по глаголу не будущего, а настоящего времени. Или даже прошедшего. То тогда возникает вопрос, ну, пройдет граница по Днепру. Там, правда, еще Киев с городками был в свое время у Польши выкуплен. А дальше что, черная дыра? Или это будет граница с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией? Что за Днепром будет? Кстати, сказать я ничего не исключаю. Потому что уже есть такая тенденция в Польше, которая заявляет о том, что это была наша территория. Венгры тоже говорят о этнических венграх на территории Украины. То есть, если будет какая-то из Вашингтона, скажем так, или от Запада в целом, я не говорю о том, что там Обама или кто-то, не администрация, нет. Финансовые структуры, мировые финансовые структуры скажут ФАС своим верным нукерам в Восточной Европе. Они, не задумываясь, примутся за Украину. Дело в том, что тут есть две проблемы. Польша, устами официальных политиков, но на неофициальном уровне, претендует на границы Второй Речи Посполитой, а не Первой. То есть, не на границу по Днепру, а на границу 1939 года по Збручу. Кроме того, есть еще Одесская, Херсонская, Николаевская области, которые находятся за Днепром, на которые никто не претендует, и которые обеспечивают России доступ к Приднестровью сухопутной. Значит, вопрос, если граница пройдет по Днепру, то, во-первых, куда деть эти три области, да? А во-вторых, вот между Збручом и Днепром, после того, как режим, который не до добра не довел, растворится во времени и в пространстве. Там у нас что, гуляй-поле будет? Ну, не знаю, по-моему, гуляй-поле уже сейчас на Украине. Ну, оно же не может продолжаться бесконечно. Это просто не в наших интересах. Но давайте исходить от того, что основной состав в Херсонской области, в Одесской области, кто это русский? Кто вообще построил эти города? Екатерина? Херсон вообще была, так сказать, верфь для строительства флота. Ну, это хорошо. Когда мы говорим, что граница должна пройти по Днепру, мы еще не совсем точно знаем, где течет Днепр. Ну, да. То есть, по границам каких областей. Нет, ну, я условно сказал по Днепру, знаете, так, в полемическом задоре. Конечно, все будет намного сложнее. Тут нас Наталья возвращает на Ближний Восток. Так, она не уверена, можно ли силами России разрулить Ближний Восточный узел. Ну, я разделяю неуверенностью. Мы осуществляем воздушную операцию. Перед Второй мировой войной была такая идея о том, что только авиация может уничтожить все войска и занять территорию противника. Ну, это, знаете, максимализм такой, любовь к авиации. Поэтому здесь основные силы. Основные силы три. Да, клина дуя, если не ошибаюсь. Да, да, да. Здесь три силы, которые будут решать вот этот вопрос. Это сирийская армия, это курды, и это наша авиация. В сочетании наземных и воздушных ударов мы действительно сможем решить эту проблему. А только авиационными средствами это решить просто невозможно. Ну, я добавлю, что на моей памяти исторической Ближневосточный узел разруливался только один раз. Причем это было в период с конца VI по конец IV века до нашей эры в рамках империи Ахименидов. Все остальное время там всегда были проблемы, столкновения, выяснение отношений. И совокупных усилий мирового сообщества никогда не хватало, чтобы ситуацию там окончательно урегулировать. Хотя бы потому, что интересы у разных государств бывают диаметрально противоположные. Ну, сначала, скажем так, проблемы с руководством государства. Я не помню, чтобы там кто-то кого-то любил. Я пять лет проработал в Ираке. Посмотрел взаимоотношения, отношения к соседям и так далее и тому подобное. Доброго слова никто о другом не сказал. Это первое. Второе – религиозные конфликты. Шииты, суниты. Экономические проблемы тоже. И что бы ни делал Запад, что бы ни делал там Европу сильные, так сказать, великие державы, они всегда спотыкались, спотыкались об внутренние проблемы и интересы тех или иных государств. Помогая одним, они становились врагами для других. И это продолжалось веками. А потом, простите меня, когда делили Османскую империю, помните? Взяли линейку, отрезали. Там только вот такие прямые углы везде. Ну да, как Африку. Ну и в завершение нас Олег спрашивает, точно ли в политике нет друзей, только враги и партнеры? Вы знаете, когда Питта, младшего английского премьера спросили, ну простите, есть же предел цинизму. Он говорит, в политике предела цинизма не бывает. Поэтому политика — это очень циничная штука. Здесь главное — национальные интересы, если уж так, по-хорошему. Поэтому друзей... Есть партнеры. Партнеры. Не вечные партнеры. Но это партнерство. Политика строится на партнерство. Учит в некоторой степени учет взаимных интересов. А так, прежде всего, национальные интересы. Свои. Правда, это будет зависеть от того, кто стоит у власти. У нас 90-е годы. Подружились мы. До сих пор не можем очухаться. Ну, будем надеяться, что с нами это не повторится. Хотя, в общем-то, история учит только потому, что ничему не учит. Вы знаете, я хочу добавить. Вот, когда говорили партнеры, уж сколько мы с Турцией-то, простите за выражение, вошкались. И такие преференции, и газовые потоки, и атомные станции, и пятые, и десятые, на тебе, получили. Я вспоминаю слова Петра Великого. Не верю женщинам, турку и непьющему. Зато у турок многие султаны, если не большинство, после Сулеймана Великолепного были алкоголиками. Ладно, с вопросами служителей мы разобрались. Давайте теперь побеседуем о одном из актуальных событий. Тут наши партнеры из Вашингтона нашли очередной повод для усиления или введения санкций против Российской Федерации. По их версии, Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, об РСНД. И в связи с этим они не собираются, а обсуждают вопрос усиления экономических санкций против России. Но я понимаю, что в принципе Соединенные Штаты вводят санкции, исходя из, почему в кепочки, почему без кепочки. То есть, хотим, введем и так, и сяк, но, во-первых, все-таки существует норма, в соответствии с которой любые санкции вводятся только по решению Совета Безопасности ООН. Во всех остальных случаях это рассматривается как экономическая агрессия, которая приравнивается к военной агрессии. Ладно, допустим, в вопросе санкций, которые против нас уже ввели, нам предъявили претензии по поводу аннексии Крыма. И Соединенные Штаты и Европа от лица якобы мирового сообщества требуют сделать все, как было раньше. Но если речь идет о нарушении международного договора, как это трактуют Соединенные Штаты, то здесь существует просто нормальный, прописанный, традиционный процесс. Если у вас есть претензии, вы приглашаете в противную сторону, садитесь за стол, выясняете, какие претензии, можно ли их как-то решить. Если вы их не решаете, то вы просто денонсируете соответствующее соглашение, оно прекращает действовать и можете предпринимать свои ответные шаги. И уж если вы считаете, что вас так оскорбили, что вы кушать не можете, и необходимо ввести санкции, тогда вы выносите вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Кроме того, в данном случае есть вторая огромная проблема. Договор об РСНД существовал не в безвоздушном пространстве. Он был одним из соглашений, из договоров, целого комплектного договора о соглашении, которые заключались в конце 80-х, в начале 90-х годов, в том числе договор об обычных вооружениях, вооруженных силах в Европе, в том числе к нему соглашение о фланговых ограничениях, последующие протоколы об адаптации и так далее. И договор об обычных вооружениях, вооруженных силах в Европе практически не соблюдается. Соединенные Штаты сейчас наращивают там свое присутствие. Значит, Соединенные Штаты вышли из договора о противоракетной обороне, размещают свои позиционные районы возле российских границ. Прекратил фактически действовать протокол о фланговых ограничениях. Соединенные Штаты наращивают собственное присутствие военное в Прибалтике. И в данной ситуации предъявлять России претензии по поводу нарушения договора РСНД, даже если бы такое нарушение было, в общем-то, бессмысленно. И вот возникает вопрос. С одной стороны, Соединенные Штаты и так могут вводить любые санкции. Ну, они к Крыму уже прицепились, да? Значит, можно говорить и дальше. Ну, вот видите, мы год подождали, там, или полтора, вы из Крыма не ушли. Давайте кому санкции усилим, да? С другой стороны, в Соединенных Штатах работают не идиоты, они знают уязвимость своей позиции с политической, с дипломатической точки зрения, когда они предъявляют претензии по договору об РСНД. Значит, но они ведь что-то хотят от нас добиться. Вот по такой постановке вопрос. Они ведь что-то вспомнили о договоре именно об РСНД. Не самом актуальном, вообще-то, в данном документе. Так вот, что, с вашей точки зрения, не добиться-то хотят от нас? Ну, у них, в общем-то, несколько задач, если так разобраться. Прежде всего, они прекрасно действительно понимают о том, что их претензии ничтожны, если, так сказать, наложить одни нарушения на другие и так далее, и там подобное. Что там сидят очень умные люди. Я сомневаюсь, если они угрожали Белоруссии отправить к ее берегам 6-й флот. А это показатели. А здесь, ну, во-первых, естественно, усилить давление на Россию, это безусловно. То есть, это уже, так сказать, понятно. Но дело в том, что усиление санкций приведет прежде всего к удару по экономическим интересам Европы. Ведь если так разобраться, действительно, в политике друзей нет. И Соединенные Штаты прекрасно понимают о том, что вот ситуация, которая сейчас складывается, она дает, скажем так, повод европейским союзникам задуматься, по какому пути мы идем. Ведь не зря санкции бьют, ну, сколько у нас, по-моему, 4% товара оборота с Соединенными Штатами. Да, где-то около одного. А, простите, с Европой будь здоров. Даже такие по отношению к ним ограниченные санкции по сельхозпродукции уже составили миллиардные убытки. Вот. А для того, чтобы усилить еще, так сказать, отстраненность Европы от интересов работы с Россией, сейчас поднимают новый вопрос о санкциях. Это, прежде всего, удар по Европе. Вы обратите внимание, как только Европа начинает поднимать голову, обязательно у нее случаются какие-то неприятности. Вспомните, ввели евро. Евро быстро поднимался. Он становился угрозой для доллара. Тут же появилась Югославия. Бам-бам, разгромили центральную часть Европы. Евро рухнуло, и сколько лет он поднимался для того, чтобы достичь своего прежнего уровня. То есть, я говорю, Европа, да, Россия, но это откровенно. А вот по-пудлому они работают против Европы. Я не говорю Литва, Латвия, ну там вопрос другой. Я говорю о серьезных европейских партнерах, игроков, Франции. В рамках свободной дискуссии попробую предложить еще одну версию данной проблемы. Опять-таки, с моей точки зрения, по поводу того, что санкции влетят в Европе, да, тут сомнений нет. И то, что Соединенные Штаты, они заинтересованы не в сильной Европе, не тем более в Европе, которая поддерживает серьезное экономическое сотрудничество с Россией, здесь тоже это невозможно не заметить. Да, конечно. Очевидно, как белый день. Но, вот, смотрите, о чем я, собственно, говорил. Ведь Соединенные Штаты имеют повод вводить санкции, какие угодно, да, только захоти. У них Крым есть, и придумывать новые поводы не надо. Тем не менее, они упираются в соглашение РКРТ, достают его из Нафталина, то есть в договоры об РСМД, достают его из Нафталина и привязывают гипотетические санкции, которые они никогда по этому поводу не введут, именно к этому договору. То есть в дипломатии, в политике же ничего не делается просто так. С моей точки зрения, здесь в качестве одной из возможных версий вот этого вот пока еще не возникшего, но возникающего конфликта, может быть то, что в рамках сирийского кризиса, да, Россия продемонстрировала новые образцы вооружений. В частности, она продемонстрировала крылатые ракеты большой дальности, которых раньше на вооружении России не было. Или, по крайней мере, считалось, что их нет. Ну да, надувные танки, картонный самолет. Американцы считали, что тактико-технические характеристики тех ракет, крылатых, которые стоят на вооружении России, в два, а то и в три-четыре раза хуже, чем те, которые были показаны. В свое время, когда договор об РСМД заключался, именно американцы вывели из-под действия этого договора именно крылатые ракеты большой дальности. Потому что тогда у них были тамагавки, и ни у кого больше их не было. Ну да, да, да. И им это было выгодно. Сейчас они столкнулись с тем, что ситуация поменялась. У России есть аналогичный тип вооружений, и даже, судя по всему, более эффективный, чем те откровенно усталевшие ракеты, которые стоят на вооружении Соединенных Штатов. Следовательно, нужен повод для новых переговоров. Для того, чтобы попытаться убрать или сократить новые системы вооружений, которые появились у Российской Федерации. Для того, чтобы начать переговоры и, более того, получить при этих переговорах выигрышную позицию. Устраивается скандал вокруг того, что Россия что-то там нарушает. Устраиваются критики по поводу санкций, а потом говорят, ну хорошо, давайте сейчас разберемся, нарушаете, не нарушаете, ну давайте сядем поговорим. А потом будем расширять ограничения, смягчать ограничения, снимать ограничения. Дальше же можно рассказывать, чем там Агавк отличается от Калибра, и почему там Агавк может летать, а Калибр летать не может. Ну да, вы знаете, я с вами полностью соглашусь. Единственное, я думаю, это действительно повод, только повод для того, чтобы усилить давление, и молю Бога, чтобы у нас не было нового Горбачева. Ну, пока вроде бы не просматривается на горизонте. Да, ну давайте постучим по дереву, чтобы не сглазить. Вот, поэтому я говорю, здесь повод, поводов на этим сколько угодно можно. Потом, вот эта группировка англосаксонская, она же, так сказать, очень сильна, влияние на Европу очень сильное. Я не удивлюсь, если вот этот тезис по поводу договора будет подхвачен остальными странами НАТО. Они сейчас уже одобрили то, что произошло в небе Сирии, они уже одобрили на уровне начальников штабов. Вот только сегодня это было, стало известно. Поэтому, вы знаете, как есть пословица, бойся, клыков, волка, когтей, ястреба и улыбки англичанина. Поэтому здесь нам будут улыбаться, но за спиной будут всегда держать нож, поэтому. Да и, в общем-то, это был не первый век. Всего этого, мы к этому уже привыкли, мы уже, слава богу, оцениваем, отошли от демократической эйфории, поэтому, я думаю, все будет нормально. Хотя вопрос, действительно, будет очень долго муссироваться, и что-что, а вот в пропаганде, в, скажем так, спецпропаганде, в идеологической борьбе мы серьезно проигрываем. Вы знаете, американцы сейчас говорят то же самое, но про себя. Говорят, так российская пропаганда донимает, что просто надо запретить все российские следственные массовой информации на территории Соединенного Штатово-Западной Европы. Вот я бы не делал такого по отношению к американцам, европейцам, либералам. Понимаете, потому что, когда они выступают, по телевидению там пишут, выступают в своих странах, наши сидят нормальные люди, которые умеют думать, сидят и соображают, господи, с кем же мы работали-то, кого мы слушали. Это же с ума может сойти. Опять возвращаясь к 90-м. Ну, кстати, нам с ними еще предстоит довольно долго работать на том же самом Ближнем Востоке. И здесь у нас есть, в своем случае зрение, очень большая проблема, которую я, честно говоря, не знаю, как мы будем решать. Вот у нас складывается ситуация, да. Есть четко заявленная оппозиция, что сейчас там мы свернем шею ИГИЛ, а потом порядочная оппозиция, мы ее уже даже почти нашли, там какая-то порядочная оппозиция даже в Москву приезжала, демонстрировать свою порядочность. Сядет за стол переговор, договорится с Асадом, значит, создадут они там новое правительство, коалиционное, не коалиционное, проведут новые выборы, и все у них будет хорошо, да. Ну, гипотетически, конечно, выглядит прекрасно. Но мы знаем, что там есть районы, занятые курдами, которые уже от Асада получили достаточно широкую автономию, которых сейчас усиленно окормляют американцы, которые, в общем-то, поддерживают и своих турецких собратьев в намерении создать курдское государство и активно контактируют с достаточно успешной автономией курдов в Ираке, которые тоже прекрасно защищают свои границы от той же самой ИГИЛ. Это один момент, потому что курды все равно будут стремиться друг к другу и стремиться к определенной государственности, и здесь у нас, безусловно, возникнет большая проблема в ходе любых переговоров по силийскому регулированию, если никогда они будут начнутся. Просто потому, что курды будут в плане создания государства поддерживать американцев, и нам надо будет тоже какую-то позицию занимать. Либо мы идем навстречу курдам, либо мы начинаем враждовать с курдами. Дальше, как мы с вами говорили, ну, смоются ИГИЛовцы в Ирак, да, и будут гнать нефть в Турцию с Иракси их месторождений, а не с сирийских. Кстати, с Иракси их они и так достаточно успешно туда гонят. Возникнут некоторые проблемы с логистикой, но, кстати, для них решаемые. Силами коалиции, даже силами иранской армии явно в обозримом будущем с ними справиться не удастся. То есть Ирак останется такой же разобранной части страной, как и Афганистан. Здесь шииты, здесь суниты, здесь ИГИЛ, здесь курды. Курды, суниты, шииты. Непонятно, что к чему. Есть Турция, которая уже, так сказать, на всякий случай рисует Курдистан, закрашенный своим цветом, потому что для недопущения создания курдского государства надо взять под контроль те территории курдские, которые не принадлежат Турции и сейчас, по сути дела, не принадлежат никому. Есть, я не могу даже назвать это солидарные позиции Запада, потому что там тоже есть позиция Соединенных Штатов, которые больше вовлечены, позиции Англии, которые у них из-за плеча выглядывают и тоже серьезно вовлечена. Позиция Франции, которая бы хотела вовлечься, но боится. Позиция Германии, которой все это вообще, по большому счету, не надо, у нее в Европейском Союзе проблем выше крыши и так далее. И вот вся эта мозаика, даже в идеальном случае, если быстро и эффективно ИГИЛ выдавливается из Сирии, вся эта мозаика укладывается сверху на процесс сирийского урегулирования. И понятно, что в такой ситуации договориться о чем-то, ну, может быть, еще как-то можно, но соблюсти эти договоренности в принципе нереально. А что происходит, когда по итогам гражданской войны, а в Сирии формально идет гражданская война, хоть и с иностранным вмешательством, заключаются договоренности, а потом не соблюдаются. Начинается следующий этап войны и, судя по всему, уже с вовлечением соседей. Вот, ну, я не думаю, что в Кремле не видят опасности развития событий, по такому направлению. Я не думаю, что там не прорабатывают варианты, хотя бы на всякий случай, своих действий в такой ситуации. Просто обязаны прорабатывать. Генеральный штаб обязан иметь планы войны со всеми соседями на всякий случай. Вот давайте пофантазируем, а какой может быть наша реакция на случай, если ИГИЛ из Сирии вытеснят, а урегулирование сорвется, и начнется очередной этап, очередной виток напряженности на Ближнем Востоке. Ну, знаете, здесь надо рассматривать, если правильно сказать, все в комплексе. Сирийская проблема это проблема войны, именно войны законного руководства с бандформированиями, с государством, так называемым. Я уже говорил, три силы, сирийская армия, курды и ВИЦ. И здесь, в самом начале войны, Асад очень мудро поступил. Он не дал перетащить на их сторону курдов, он им дал широчайшую автономию, и пообещал, что после победы они получат Ешо. Значит, здесь уже создается какой-то, скажем так, союз центральной власти и курдов. Это серьезная сила. Значит, их собратья на турецкой территории видят, что Асад дает им свободу, а этот их бомбит. А там самые боеспособные части курдов. Их, во-первых, много, во-вторых, они уже десятилетиями научно воевать, и 480-я армия Турции ничего с ним делать не может десятилетиями. Это говорит о том, что они уже внутри сформировались. Как дальше они пойдут, я имею в виду геополитическое, так сказать, изменение, как они дальше пойдут на сближение сирийских и турецких курдов, на создание какого-то союза или еще что-то. Время покажет. Но то, что курды не враги Асаду, это совершенно точно. А последние события показали, что Эрдоган абсолютный враг Сирии. У него мечта захватить вот эти туранские туркманы, туркманские районы, объявив их турецкими. Он же давно хотел это сделать, рассчитывая на поражение, быстрое поражение Асада. Но обломился. А вот здесь, если будет какие-то соглашения среди курдов, то вольно-невольно иракские курды будут так или иначе смотреть на своих собратьев. тем более у них там дела не самые лучшие в Ираке. Не забывайте, что ИГИЛ захватил Масул, столицу Куртистана, и ничего сделать курды не могут там в Ираке. И гонят оттуда нефть. Самый нефтеносный район это север Ирака и юг Ирака. В середине там ничего нет. Поэтому здесь все будут заинтересованы в тем, чтобы оказать помощь именно иракским курдам. Я не верю в Иракскую армию. Я посмотрел на нее, когда в течение трех дней корпус 140-тысячный многонациональный во главе с Соединенными Штатами, растянувшись на 800 километров в течение двух дней, захватил столицу Багдад с 5-миллионным населением. Как вам это нравится? Вообще возможно? Полное предательство. Ну, там генералов купили. Да. Как говорит одна восточная мудрость, впереди армии шел осел с золотом. Поэтому здесь комбинации могут быть самые разные. Но одна комбинация уже просматривается. Потому что я бы, например, не страдал таким излишним оптимизмом в отношении курдов и их союза с Асадом. Да, он им дал очень широкую автономию и пообещал еще сколько угодно, но в границах Сирии. И судя по всему, стать опасность Курдско-Сирийского союза. Соединенные Штаты прекрасно поняли и оценили. 50 советников туда отправили. Ну, причем 50 советников. предложили курдам независимость. Соединенные Штаты выступили с более широкими предложениями. Они сказали, что не поддерживают создание независимого Курдистана. Я им охотно верю. Турции и Соединенным Штатам не жалко. Ну, не будет Турции, будет кто-то другой. Главное иметь рычаг воздействия на ситуацию. И таким образом, обещая курдам больше, чем обещает Асад, они пытаются там перехватить инициативу. И скажем, с ним ИГИЛ создать новую проблему для Асада. Вот есть курды, обещаем все что угодно. Независимость им пообещать не можешь, они будут сейчас воевать с тобой вместо ИГИЛ. Пусть даже будут воевать не только с тобой, но и с Эрдоганом, это тоже проблемы Эрдогана, но с тобой точно будут воевать. И оружием сейчас Соединенные Штаты курдов набивают под завязку формально для борьбы с ИГИЛ. Но в политике же нет постоянных друзей, есть только постоянные интересы. Завтра это оружие можно развернуть против армии Асада. Но дело в том, что если судить по скажем так выступлениям или скажем действия курдов в Сирии, то у них в общем-то не очень-то большое желание стать независимым государством. Они и так себя комфортно чувствуют в границах Сирии. Поэтому здесь я не знаю, как будут дальше разбираться события, но вот здесь на данном этапе я не думаю таких серьезных проблем возникнет у курдов, именно у курдов. А что касается Турции, то уже исторически турецкие курды требуют автономии. Это простите меня третья часть страны. Так, если на минуточку. Третья часть страны Турции. Вот, и я понимаю, Эрдоган, не хочет терять третью часть, да и потерять лицо, и потерять доверие. Нет, я не думаю, что будет такая серьезная. Да, ИГИЛ вытеснят, да, но во-первых, как вы говорили, нашли эту оппозицию мирную или какую-то лавров способную. Лавров же сам сказал о том, что к нам приезжает вот эта умеренная оппозиция и все время разные. Понимаете, выглядит это пока хорошо, но в политике же, как на войне, есть минимум две стороны, вторая тоже не сидит сложа руки. Эрдоган сейчас в достаточно тяжелом положении, как там у него будут развиваться события не вполне понятно, потому что он и отступить не может, да, и наступать вроде бы как не может. То есть, с одной стороны, ему невыгодно, да и страшно откровенно нагнетать напряженность с Россией дальше, а с другой стороны, извиниться и сказать, был неправ, он тоже не может, потому что потеряет лицо. И, в общем-то, Турция дестабилизируется. Турция ведь не только курды, которые в реальности борются не за автономию, а за независимость. Да, они это называли автономией, но по сути дела они сражаются сейчас там за независимость. Независимость, конечно. Там же, если посмотреть на Турцию в границах северского договора, именно на Турцию, то есть, которая остается турком, так это одна пятая часть современной Турции. Там территории, которые отходят грекам, курдам, армянам, там и так далее. И, естественно, не только Эрдоган, любой турецкий правитель будет оценивать курдскую проблему еще с точки зрения эффекта домино. Потому что, если можно, курдам, завтра армяне тоже скажут, геноцид, до сих пор не наказанный, вот карта северского договора вот нашей территории, которую надо вернуть. За ними придут греки, которые спят и видят, в общем-то, восстановить Византийскую империю со столицей в Константинополе. Ну да, по крайней мере, на первом этапе вернуть Кипр. И самое, и греки, хоть и члены НАТО, но я же всегда говорил, что греки никогда не мечтали воевать с Россией, зато они всегда мечтали воевать с Турцией. Вот в такой ситуации, в общем-то, у него все может заклещать по швам. А самое главное, что ведь американцы, которые уже, так сказать, продемонстрировали свою способность, ну, по крайней мере, как они считают извлекать выгоду из хаотизации, им-то, по большому счету, ну, в Сирии не сложилось, ради бога, пусть и в Турции будут проблемы. То есть, я не знаю, они просто могут этот процесс даже где-то немножко подтолкнуть, если будет надо, если будет не надо, то просто ему не мешать. Потому что, вот, сбив, казалось бы, всего один самолет, Эрдоган загнал себя в серьезную геополитическую ловушку, а Турцию поставил на грань ситуации, похожей на украинскую сейчас, то есть, на грань полураспада государства. Значит, и это объективно не выгодно нам, распад Турции, да, но это объективно может быть выгодно американцам в данной ситуации. Да любой хаос в Европе. И они могут играть дальше в этом направлении. Правильно, еще, придачу к сирийским беженцам 70 миллионов турецких, да, они могут дальше в этом направлении играть. Я, почему еще раз возвращаюсь к вопросу о том, что, ну, можно исходить из лучшего, да, курды договорятся, оппозиция договорится, все будет хорошо, значит, в Сирии все утихнет, а там, в Ираке, это вообще не наша проблема. Но я предлагал пофантазировать о том, как может, так сказать, Кремль планировать действия России в худшем варианте, да, когда вот этот эффект домино наступит, костяшки посыпятся вокруг, и это непосредственно отразится уже не только на ситуации в Сирии, это, между прочим, еще и граница с Кавказом. И вообще-то в Армении еще и наша военная база в Гюмри, и вообще-то Армения это еще и члены ДКБ, и мы за ее безопасность несем прямую ответственность. Ну, знаете, насчет ОКТБ, я бы, честно говоря, по формальному признаку, да, а где наши союзнички, когда сбили наш самолет, когда мы санкции вводили, когда мы ставили С-400, где эти союзники наши? Поэтому эту организацию я что-то разлюбил, честно говоря. Вот. А худшие варианты, худшие варианты будут позже, потому что сейчас штатам Турция нужна как никогда. Они через нее создали такой миграцкий мост, такое количество людей прошло через них в Европу. Сейчас Европа будет захлебываться, поэтому Штаты с турками пока делать ничего не будут. Пока. Это, как говорил премьер Питт-младший, его спрашивают, вы что будете воевать с Россией? Он говорит, зачем же Англия воевает с Россией, если есть Турция? Аглосанцы это аглосаксы. Поэтому здесь Турция нужна до определенного момента и ей будут помогать. И Эрдоган это понимает, это чувствует, он просто перешел грань, когда была устроена наземно-воздушная провокация по отношению к нашим людям военным. А вы верите, что Эрдоган сам решил перейти к грань? Эрдоган. Что ему, не помогли разумным советам? Вы знаете, умный руководитель принимает или не принимает советы. Если бы он просчитал все последствия, а он наверняка считал, что Россия умоется, что скандала не будет, что санкции против них, временные ограничения, скажем так, не будут вводить. туристы, которые приносили по 4,5 миллиарда в год, исчезнут и так далее, и тому подобное. Он надеялся, во-первых, на поддержку НАТО, статья 5, пресловутая, на поддержку США, и еще немаловажное, он, простите, Россия наступила на самый больной орган его, на карман, поэтому здесь он принял то, что принял, а то, что это все было подготовлено, это точно. Воздушная засада, ведь мы видели всю электронную карту, как этот F-16 рисовал на своей территории круги, ожидая наш самолет. Точка выхода для атаки, съемка с земли, причем любой оператор скажет, что это была профессиональная камера, это был опытный оператор, а потом, когда терзали труп нашего летчика, тело нашего летчика, там орал их вожачок, в котором признали сына турецкого мэра, члена серых волков, пожалуйста, турки на территории Сирии, уничтожают наших летчиков, что дальше говорить? Это правильно, когда вы говорите, что руководитель сам принимает лишения, но руководитель принимает лишения, исходя из определенной информации, которая у него есть, и исходя из того, как он видит ситуацию. Я понимаю, что, допустим, турки сделали все для того, чтобы пойти на скандал с Россией, потому что по хронологии развития событий российское руководство еще говорит, самолет потерпел крушение, мы выясняем причины, а турецкий генштаб бьет себя в грудь и говорит, это мы сбили, это мы сбили, это мы сбили, это мы сбили, это мы сбили. И так до тех пор, пока они говорят, ну ладно, вы сбили, а теперь давайте разбираться. Да, действительно, выкладывается тут же профессиональная съемка, да, на летчиков подготовлена засада, идет охота, заранее знают, что самолет будет сбит, это счастье, что штурман уцелел, просто, можно сказать, повезло человеку. То есть, все сделано для того, чтобы поставить Россию в ситуацию либо жесткая реакция, конфликт, либо, да, умыться и уйти с Ближнего Востока, по сути дела, это уже не только с Ближнего Востока, но и с Кавказа. Я не думаю, что Эрдоган при всей своей любви к деньгам, к власти, при всех своих наполеоновских амбициях, настолько неадекватный человек, так потерял голову, что перед тем, как предпринимать на такие меры, да, не просто сбить самолет, а нагло, подчеркнуто его сбить, да, то есть, фактически бросить вызов, военный вызов сверхдержаве, что он не зашел в компонирующие сверхдержаве, и как минимум, я не говорю, что американцы ему звонили, говорили, Эрдоган сбей самолет, но что он, как минимум, не поинтересовался, вот если у нас будет такой конфликт, можем ли мы рассчитывать? Да, и в своем стиле Соединенные Штаты молча кивали головой, для того, чтобы потом можно было сказать, а что, спрашивали, да, а может ничего не говорили? Правильно? Да, вы просто неправильно поняли нашу мимику, у нас тут, как у болгар, да, значит нет, то есть, я абсолютно уверен, что его, кстати, к этой провокации подталкивали, да, пусть не явно, пусть так, чтобы можно было самим отойти в сторону, значит, и я, в самом деле, что Соединенные Штаты когда подталкивали его к этой операции, прекрасно понимали, что они-то в сторону отойдут, и дальше разрушительное влияние этой операции на внутреннюю стабильность в Турции, на перспективы самого Эрдогана, там и так далее, они тоже прекрасно понимали, значит, более того, они должны были считать как минимум два варианта развития событий, Россия немедленно наносит по Турции ответный удар, ну там немедленно, это не значит через минуту, через пять дней, неделю, или Россия предпринимает, запускает вот подобного рода санкционные механизмы, то есть, ответ жесткий, но не военный. И то, и другое работает на Штаты. Ну, по крайней мере, второй вариант тоже работает на ухудшение внутренней стабильности в Турции, и в перспективе ведет к ее развалу, если Эрдоган не одумается, да? Да, он не одумается. Значит, то есть, когда мы говорим, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении сейчас Турции, это противоречит их реальным действиям. Они должны были прекрасно оценивать, кстати, возможные варианты действия Эрдогана, они должны были оценивать возможные варианты действия России, они должны были просчитывать, ну, как минимум, краткосрочные, среднесрочные последствия этих действий. И они по факту работают на развал Турции. Я даже могу объяснить причину. Если в Сирии идет стабилизация, да, и они понимают, что после того, как там комплекс С-4 закрыл сирийское небо, и Россия оттуда не ушла и не умылась, им там, в общем-то, ловить нечего, значит, то вот вам второй источник. Вы эту точку погасили, иначе вам вторую. Да, или третью. Еще ближе к вашим границам. Еще проблемнее. Или третью, или Либию. Тем более, что хаос в Турции, он же в значительной степени разрезает российские коммуникации, ведущие в Сирии. Он их не уничтожает полностью, но он значительно усложняет логистику. Потому что, если, извините, в проливах сядет какой-то батька Махно, ну, турецкий, да, ну, скажи, какая конвенция Монтреу? Я ничего не читал, вообще читать не умею. А проливы мои. Ну да, так же, как эти бандиты, которые не знают соглашение 49-го года, протокол второй, стоя первой, что нельзя стрелять в беззащитных парашютистов. Ну, так это даже Госдеп не знает. Он говорит, так они защищались. Да, я же говорю. Вот. Дело в том, что, наверное, здесь возникла такая коллизия, что Эрдоган, во-первых, потерял самообладание в связи с его несчастьями, с этими финансовыми проблемами, с нефтяными гусеницами, да. Во-вторых, он посчитал, что если он не вечен, то, во всяком случае, обезопасит, свою судьбу он обезопасил массовыми репрессиями в армии. Ведь по традиции Турция, как светское государство, каждый руководитель, который начал накручивать ислам в этом государстве, его смещали с должностью с помощью военных. Там даже в Конституции есть статья о том, что армия следит за соблюдением Конституции и за сохранением светскости государства. Да, да, да. В среднем, через 10-20 лет армия регулярно осуществляет перевороты. Вот. Он от себя обезопасил. Он посчитал так, что если армия обезглавлена, то со всеми остальными я справлюсь. Это внутри страны. Что касается нас, то, безусловно, он не ожидал такого жесткого ответа. Он надеялся, что его поддержат во всех своих начинаниях и НАТО, и США. Но США промолчало, а НАТО, ну, если брать эти заявления, поддержка, там все прочее, прочее, они дали ему ясно понять, вот этот конфликт между Турцией и Россией, вот и разбирайтесь сами, а мы посмотрим. Нам за Турцию воевать, в общем-то, как-то очень не хочется. Ну, их никто не заставляет воевать. Ну, а статья пятая? А статья пятого Вашингтонского договора предусматривает, что каждая страна НАТО в рамках своих государственных процедур и механизмов сама определяет, какую поддержку военную, политическую или иную оказать государству, подвергшемуся агрессии. Так вот, если даже считать, что Турция подверглась агрессии, то в таком случае НАТО оказала или иную моральную поддержку. Ну, да. И, более того, хочу сказать, что мы сделали очень хорошую паузу. То есть, Эрдоган еще и хотел, чтобы мы вторглись на территорию и отомстили за сбитый самолет. Это, по-моему, была, так сказать, золотая мечта. Ну, да, это был бы факт неприкрытой агрессии против суверенного турецкого государства. Конечно. А объявив войну нам, условно говоря, или обозначив это военным конфликтом, он совершенно спокойно перекрывает проливы. Проливы перекрываются только в случае объявления войны. Да, ну что ж, ситуация приятная, конечно, поэтому будем надеяться на лучшее, но готовиться к хуже. Спасибо за беседу. Благодарю вас. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова